На пленарном заседании Законодательного собрания Тверской области рассмотрели закон об областном бюджете на следующий год и плановый период 2021-2022 годов. После детального обсуждения главный финансовый документ региона принят. Подробности у корреспондента Натальи Чекет. Законопроект рассмотрели на заседаниях всех постоянных комитетов областного парламента, которые направили свои рекомендации коллегам из комитета по бюджету и налогам. Профильный комитет рекомендовал документацию к принятию. Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год запланирован в объеме почти 75 миллиардов рублей. Расходы чуть больше 75 миллиардов. Как и в предыдущие годы, бюджет сформирован по программному принципу на основе 27 госпрограмм, которые охватывают все основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области. Госпрограммы будут реализовываться по трем направлениям. Новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики. Эффективное государство. Приоритетом при формировании областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов стала реализация национальных проектов. Причем объем бюджетных средств на финансовое обеспечение мероприятий по нацпроектам ежегодно составляет более 10 миллиардов рублей. Бюджет это важный момент с точки зрения стратегии. Бюджет это своеобразный скелет, на котором экономика, социальная жизнь в области развиваются. И вот то, что в результате очень плотной работы, я это должен констатировать просто, потому что при поддержке контрольно-счетной палаты, при очень тщательной работе нашего правового управления, вот все моменты были выверены. Дополнительным источником роста инвестиций станет реализация мероприятий в рамках нацпроектах, связанных с развитием инфраструктуры. Так, по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объем средств дорожного фонда Тверской области увеличивается с 9,2 миллиардов рублей в 2020 году до 12,6 миллиардов рублей в 2022 году. Для развития экономики предусматривается государственная поддержка в сферах сельского хозяйства, промышленности, предпринимательства и туризма. На создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры региона запланировано более 23 миллиардов рублей на трехлетний период. Предусмотрены средства на строительство школ, детских садов, областной детской клинической больницы, спортивных центров, объектов питьевого водоснабжения, канализационных очистных сооружений, модернизацию теплоэнергетического комплекса. Заложены средства на использование социальных обязательств, пособий, выплат гражданам. Запланировано повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в соответствии с указом президента Российской Федерации. Предусмотрено увеличение минимального размера оплаты труда и повышение зарплаты медработникам скорой помощи. В 2020 году сохранится социальная направленность расходов бюджета, это социальная политика образования и здравоохранения. Будет оказана финансовая поддержка муниципальным образованием в форме дотаций и целевых субсидий. Дотация муниципальным образованием как на выравнивание, так и на сбалансированность предусмотрена законодательством и бюджетным кодексом Российской Федерации и нашим законам о бюджетном процессе. Поэтому они естественно есть в бюджете и больше того они увеличены. Точно так же как и программы софинансирования будут увеличены, связанные с муниципальными образованиями по дорогам, по ремонту объектов теплоснабжения. На заседании приняты инициированные губернатором дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. В частности, обеспечение приобретения школьной формы для детей при поступлении в 1-5 классы. Компенсацию затрат на приобретение автотранспорта многодетной семье, воспитывающей 5 и более детей. Льгота по уплате транспортного налога на одну легковую машину. Кроме того, парламентарии поддержали президентский законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести».